Я в эфирном пространстве. Перешла на рабочий уровень. Нахожу в эфирном пространстве основную проекцию эфирное тело Розалии. Розалии. Один, два, три. Да. Я считываю ее присутствие, хотя пока я ее не вижу. Спереди, справа. Как будто высыпаются бусины. Много светлых бусин. Такие шарики светящиеся. Я бы сказала, что они стеклянные. И действительно очень много, как будто их из мешочка высыпали. Много бусинок размером. Ну, может быть, диаметр. Два с половиной, три сантиметра. Их много, больше сотни. Программа. Программа множественности распыления. Выглядит, как множество. Почему-то щетина идет, как щетка. Как будто пространство по отношению к Розалии выглядит, как щетка. И вот на каждый укол идет ответная реакция. Ответная срабатывает программа. Программа реагирования на внешние вызовы. И вот это множество этих шариков, это как энергетические сгустки, которые по сути своей и есть программа реагирования. Каждый из них программа реагирования на каждый из вызовов, на каждый из уколов пространства. Светящиеся шарики, но они программные. Они, как сказать, это некая заученная, как рефлекс. С детства принятая формула поведения. Формула реагирования на внешние вызовы. Они не живые. Они прозрачные и светящиеся только лишь по той причине, что их сотворила сама Розалия. Но они программные, они матричные. Они не есть спонтанная реакция души. И они есть реакция ума. Рефлекс. Вот я сейчас вижу, что Розалия выходит и собирает их ладонями. Вот так собирает их в руки. И кладет на рабочий стол. Хорошо. Я проверю эфирное ДНК. Розалия ли это? Да, это она. Очень-очень длинные одежды на ней. И я вижу, что низ юбки тянется шлейфом. Длинным шлейфом, очень длинным шлейфом, больше метра. Если человеческий рост, имейте в виду, то больше метра шлейф. И на этом шлейфе едет кто-то мелкие, очень мелкие. Я бы сказала, что это маленькие, их называют черти или маленькие демоны. Такие духи. Их там действительно много. Они просто едут на этом шлейфе, как будто катаются, ведут себя, как дети, шалят, кувыркаются и развлекаются. Им хорошо. Они дергают, они дергают за подол и как будто пытаются затормозить, если им нужно затормозить. Они сковывают движение самой Розалии, она не делает большого шага из-за того, что вот этот груз, этот шлейф ей мешает двигаться свободно. Хорошо, сейчас еще посмотрю я сзади и спереди. Есть украшение на голове. Оно похоже на брачный убор, новобрачный убор невесты. Венок из бумажных цветов, именно из бумажных цветов, не из живых. И фата. Фата короткая, но она, она вот как будто срезанная полукругом, вот так, и сзади достает до середины лопаток. Глаза закрыты. Совсем закрыты, вот захлопнуты совсем глазами. Губы сомкнуты очень-очень плотно, неестественно плотно. Я сейчас хочу спросить, видишь ли ты меня, Розалия? Нет. Слышишь ли ты меня? Слышит. Она говорит, как сквозь мембрану, не очень хорошо слышит. Хорошо. Я предлагаю тебе снять этот веночек и убрать то, что мешает тебе открыть глаза и увидеть меня. Вот она снимает с глаз импланты. Как будто отклеивает такие полоски, кладет на стол и вынимает линзы. Линзы, хочу рассмотреть, они необычные. Они вот похожи, сейчас идет образ, как вот вращающиеся в круге полоски желтые и черные. Так изображают гипноз. Это гипнотическая энергия. Я сейчас спрошу Розалии, это самогипноз или это влияние извне? Что это? Влияние извне. Доставай это. И она показывает дальше вот этапами, просто показывает, что влияние извне, как краеугольный камень, как первый кирпичик. А затем следование определенным программам, внедренным уже в сознание с помощью гипноза, наслаивает дальнейшие ряды кирпичик за кирпичиком. Дальше уже идет самостоятельная работа. То есть вначале идет воздействие извне, оно принимается и дальше срабатывает механизм, программа начинает работать с самогипноза. Да, она сняла это. Вот сейчас я хочу спросить, видишь ли ты меня? Да, она видит. Теперь она видит. Свободно ли ты можешь говорить? Она телепатически общается, а звук голоса я пока не слышу. Все, она снимает такую же липкую ленту с губ. И тоже кладет на стол. А откашливает какой-то шарик в области горла, откашливает его. Он такой серо-голубой, он искусственный, выглядит как губка такая или латекс. Вот латексный шарик, я бы сказала, он мягкий и такой резиновый пластик. Так, я смотрю на ее руки. Руки вдоль тела, руки по швам. Так, какими руками тогда ты все это снимала? Она показывает, что срабатывает как магнит. Она руки поднимает, она может ненадолго поднять и может руками двигать. Но затем они как будто примагничиваются к ее телу. Снимает пояс. Пояс металлический, как будто сделан из одной металлической полоски. Латунь или бронза сейчас, он медный, он медный. Из медной полосы сделанный пояс. Она его отстегивает сейчас таким щелчком, отстегивается впереди. Распрямляется, она его тоже кладет на стол. Я хочу посмотреть ноги, она почему-то не может мне их показать. Вот, все я вижу. Как будто есть еще под этим поясом, этот пояс фиксировал, множество шнурочков таких на дна. На шнурке, много шнурочков как бы хрома. Вот на одном их много-много-много висит. С узелками такими. Такого, я бы сказала, цвета запекшейся крови или красно-коричневый такой цвет у этих шнурочков. И эти шнурочки закрывают ее ноги ниже колена. Как юбочка такая получается. Если бы шнурочков было больше, выглядела бы как экзотическая такая у островитян. У дикарей такие вот юбочки бывают. Да, она снимает ее тоже, кладет на стол. Вот теперь я могу рассмотреть ноги. Они как будто изъязвлены чем-то. Идет визуализация такая, что это похоже на экзему на коже. То есть это некие как будто вырваны куски плоти, бедра. Вот все бедра как живые раны. А эта юбочка вот так прикрывала их. И обувь. Есть такие, я бы сказала, тапочки. Тапочки черного цвета. Да, она их тоже сейчас снимает и кладет на рабочий стол. Хорошо. Я спрашиваю Розалию, даешь ли ты согласие на работу с тобой или для тебя? Да, говорит, даю. Хорошо. Тогда прошу, покажи мне свою ментальную карту. Да, она разворачивает. Ну, в секторе контрактов я вижу два контракта. Пока подробных не рассматриваю, не расцветившись, может оказаться больше. Мощная привязка к Грегору есть. Даже к двум. Две мощные привязки вот к двум Грегорам. Грегориальным структурам, скажем так. Три объекта вижу в секторе интерферентов и сектор магии. Четыре объекта. Четыре объекта. Хорошо. Я предлагаю сейчас Розалии отстранить свое внимание от всего, что я называла. И сосредоточиться на себе. Все свое внимание направить в самую высокочастотную гравитационную точку присутствия. В ту точку, в которой самые высокие вибрации твоего присутствия. Твои центры, ядро твоего сознания. Готово? Да, готово. Идет с таким усилием. Вот она как будто втискивается в узкий-узкий проход, в который пройти никак не может. Это как самому просочиться в замоченную скважину. То есть очень узкий проход. Разбей его. Выйди за пределы всех ограничений, разбей этот проход. Она кулаком стучит. Все, я слышу звон посыпавшегося стекла, как будто вот это все или единки, или стекло, все посыпалось. Да, обрати внимание, Розалия, под твоими ногами есть люк в планетарный аннигилятор. Ты можешь воспользоваться им для того, чтобы аннигилировать, уничтожить без права на восстановление все чужеродное, что есть в твоей энергосфере. А можешь аннигилировать прямо здесь, в поле сеанса. Как захочешь. Она открывает планетарный аннигилятор, выбрасывает туда эти осколки. Закрывает портал. Хорошо. Теперь мешает тебе что-нибудь войти в себя, возвратиться домой? Нет, не мешает. Хорошо. Да, она очень легко сейчас вошла. Прочувствуй эти энергии. Прощупай вот эти потенциалы, вот эту мощь, могущество своей души, своего сознания. Великолепное, божественное могущество. Она говорит все могущества. Да. Прочувствуй. Повращайся, саккумулируй энергию для вспышки. Ты давно этого не делала, но ты помнишь как. Говорит давно. Она как эхо так мне изовека так давно. Да, у нее получается. Она становится ярче. Она как будто концентрируется и становится ярче, ярче, ярче. И вспыхни на все мироздание. Нет преград и нет пределов твоему присутствию. Да, делает. Осветила собой все мироздание. Прочувствую в этом моменте вот это состояние. Я есть все. Да, говорит, я чувствую. Замечательно. Из этого состояния. Да, исторгни из себя все чужеродное, все несоответствующее тебе по уровню вибрации, по частоте, по частотам твоим и по твоей эфирной генетике. Все, что не соответствует, выстави перед собой. Да, выставляет. И отключи подачу энергии своей сразу к этим программам, этим сущностям, этим блокировкам. Да. Исторгла из себя. Да, хорошо. А вот теперь давай рассредоточим по ментальной карте и я посмотрю еще раз. Да, она делает. Хорошо. Итак, сектор контрактов. Так и есть. Два объекта. Контракт на это воплощение. Магический контракт есть. Пока больше ничто не проявляется. Но магический очень-очень мощный. И на него она обращает особое внимание. Говорит, что лучше начать с него, потому что контракт на это воплощение продиктован наличием магического контракта из прежних воплощений. Понятно. И отсылка идет вот в сектор магии. И в этом секторе. В этом секторе я вижу мужчину, который стоит, держит перед ней крест. А она, вот ее проекция, подходит и целует этот крест. Ух ты. Понятно. То есть она показывает как бы сцену, которая, вероятно, возможно, будем проверять, возможно, соответствует тому моменту, когда был заключен этот контракт магический. Да, она подтверждает. Так и есть. Это основной ключевой момент. Хорошо. Сектор интерферентов. Да, отключила подачу энергии к интерферентам. И каждого из них заключи в силовую сферу. Ну, скажем так, в банку. Да, она это делает. Ну, есть демоническая сущность, и как бы следом за нею мелкие вот демоны, мелкие духи, которые на шлейфе сидели, на юбке. На этой длинной. Да, кстати, она вот юбку тоже показывает, что она ее сняла и положила на рабочий стол. Это тоже искусственно, это некая программа. Идет программа сокрытия, и она соответствует вот тем, вот материал этой юбки, этого шлейфа, соответствует тем лентам, которые были на глазах и на губах. Как будто из одного материала это вот вырезано и наклеено было. Полное соответствие идет. Так, и так демоническая, со своими мелкими этими чертиками, скажем так. Есть рептилия, рептильная энергия, чистая рептильная энергия. Розалия сама говорит, что это соответствует преобладанию в энергосфере, в астральном теле, преобладание энергии страха. То есть он, это сознание, эта программа, эта сущность, является как раз проводником, активатором. От этой сущности исходит энергия страха. Именно она подсказывает те негативные мысли, которые вызывают опасения, тревоги, которые принуждают бездействовать, либо которые принуждают отчаяться и в состоянии отчаяния действовать необдуманно. Импульсивные вот эти вот движения, необдуманные, неразумные, способные привести к ухудшению либо взаимоотношений, либо к ухудшению ситуации и всего жизненного сценария. Так, и в третьей банке. Это инсектоидная энергия. Но я хочу сейчас все-таки, приказываю, предстать в облике соответствующим эфирному ДНК, потому что мне не верится, что это только инсектоидная энергия. Вот просто чувствую, что здесь какой-то, какая-то уловка, какой-то обман. Да, это обман. Изменяется форма, изменяется форма, и она текучая такая форма у этой сущности. Инсектоидные энергии считываются в одном из диапазонов, а в более высокочастотном диапазоне он выглядит иначе. Он выглядит как спрут. Он выглядит... Сейчас, секундочку. Да, спрутовая энергия очень четко считывается. Энергия НЛП, программирование, гипноза, иллюзии. Энергия введения в заблуждение. Энергия энергия, инициирующая некие воздействия. И показывают, что именно по его указке работала демоническая сущность. По его указке. Вводить в заблуждение, вовлекать в заблуждение. Втягивать в заблуждение. Прям показывает сейчас Розалия, как будто вот кто-то берет ее за руку и тащит туда, куда она не хочет идти. А для того, чтобы она все-таки шла, вот идет поражение в области ног. Для того, чтобы не отдавала себе отчетов, во что ее вовлекают, идет вот, закрывают, закрывают глаза и... Для того, чтобы не попросила помощи, для того, чтобы не озвучила истинных причин людям, которые способны и хотели бы помочь, заклеен рот. Срабатывая в этом случае, вот этот заклеенный рот, она может говорить с другими людьми, но это не с теми людьми, которые способны оказать поддержку. Эти взаимодействия... Вот очень сложно, очень сложно выдавить из себя, Розалия, сложно выдавить из себя то, что на самом деле чувствует. Вот эту боль, высказать боль никак нельзя. Даже когда начинает говорить, что-то внутри останавливает. Нельзя показать никому из живущих, нельзя поведать о своей беде. Если таковая есть, нужно справляться с самой. А выглядеть перед окружающими более презентабельно, более свободной. Ни в ком не найти поддержки. Я отделена от всех, кто есть. Я отделена. Радостью делиться возможно. Если что-то хорошо показывает смех, улыбки, разговоры. О сокровенном, о том, что болит, мало кому можно сказать, практически никому. Это тайна. Хорошо. Итак, вот эти ограничения накладываются этой сущностью, верно? Да. Интересно. Сущность одновременно в двух вибрационных диапазонах и перепроверяю, одна ли она, либо все-таки их две. Одна. Одна. Хорошо, еще сканирую сейчас энергосферу. Есть ли еще интерференты? Да или нет? Нет. Хорошо. Подселенцы. Подселенцы. Есть подселенец. Хорошо. Давай посмотрим, просканируем, кто это. Первая буква «Л» идет сейчас. Так, это... Еще раз проверяю, развоплощенный кто-то? Нет. Подселенец. Подселенец довольно скользкий, похож на пиявку. Такой липкий эфирный-эфирный подселенец в эфирном теле. Лярва. Лярва. Лярва очень-таки большая, довольно большая. А все, я увидела, где место ее дислокации, где она находится, потому что она перемещалась. Надо же у нее... Лярва. 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 Лярвина. Это ее присутствием, в частности, и ее присутствием тоже обусловлено нарушение липидного обмена. А токсины, которые она вырабатывает, мысли, которые она подкидывает, о чём идёт речь? Показывает, что идёт как выключатель, переключает внимание вовне. То есть с себя, с того, чего хочу я, переключает внимание на других. А при взаимодействии с этими другими? Это агрессия, которую нельзя проявлять. Это близко к волевому центру, близко к третьей чакре. Идёт блокирование энергии третьей чакры и, соответственно, отсос энергии. И это мешает, во-первых, выработке ферментов, выработке, то есть естественной работе печени. И, кроме того, в ментальное поле идёт как впрыск токсина, как впрыскивание идёт мыслей. Раздражение. Раздражение, которое нужно удержать. Раздражение, которое нужно промолчать. Раздражение, то есть спонтанные реакции. А вот орут-то заклеен. И сказать это, сказать о своём недовольстве можно мягко, а можно импульсивно. Но вот присутствие этого сознания допускает только два варианта развития событий. Либо импульсивная реакция, вот крик. Либо промолчать вообще, отвернуться, стерпеть, проглотить. Понятно. И идёт вот воздействие в области горла, там, где она выплюнула этот шарик латексный. Блокировка щитовидной железы, мощная блокировка щитовидной железы. Вообще эндокринная система мощно заблокирована в результате. Да, ты можешь убрать этого подселенца сейчас, исторговать все продукты жизнедеятельности, очистить все ментальные поля, все ячейки памяти. Да, опять же, просмотри нейронные связи, вот эти вот реакции. Пересмотри программные матричные реакции, навязанные тебе этой примитивной сутью. Да, она это всё убирает и в аннигилятор отправляет. Хорошо. Проверяю наличие капсул, ещё каких-то внедрений. Есть рептильная капсула, убирает она сейчас её. Это недалеко от сердечной чакры. Практически на том же уровне, только левее. Да, она убирает. Она пустая, не пользуется, но она такая, как будто покрыта налётом плесенью, что ли. Да, она убирает сейчас её и все последствия её пребывания в энергосфере. Да, аннигилировала, закрыла портал. Да, предлагаю сейчас проверить наличие клонов, репликантов, дубликатов, фантомных, виртуальных проекций, исторических персонажей. И также привязки свои к любому из эгрегоров, если эта привязка произошла, опять же, спонтанно, если не существует договора официально подтверждённого, подписанного тобой. Да, можешь возвратиться в каждый из моментов своего бытия и изменить намерение подключаться к любому из эгрегоров, к любой из эгрегориальных структур, включая религиозные, эзотерические, магические, государственные, военные, любые. Да, она это делает, она последовательно входит в каждый из моментов, изменяет своё намерение, перепроживает без этих подключек. Да, а в этом моменте, в котором мы работаем, ты можешь изъять всю свою энергию, все свои потенциалы, все частицы своей души, если таковые там содержатся, всю информацию о себе, всё эфирное ДНК. Да, всё своё забираешь себе через фильтр, очищаешь полностью, встраиваешь в энергосферу, либо в сферу реализации, и частицы души, идёт настойчивая цифра 12, 12 частиц души, да, 12, очищает, встраивает в положенное место. Фильтр можно в аннигилятор. Просканируй свою энергосферу, исторгни из себя чужеродную, переброшенную кармическую ответственность. Если было изъято 12 частиц души, то ты можешь по траектории возвратить истинным, ответственным тем, кто провоцировал тебя тем или иным образом, обманным ли путём, либо уловками, с вами провоцировал тебя на утрату целостности своей души, возврати им их долю кармической ответственности, буквально по траектории, каждому из них, в каждом из моментов, да, делают. А свою ответственность, свою долю ответственности, вот сейчас сгруппируй, покажи мне на ладони, сколько это. Она показывает мне половинку яблока. Ну, как будто вот так разрезано яблоко, и она держит его на ладони. То есть величина небольшая, но это яблоко чёрное, оно как будто сделано из какого-то кристалла. То есть очень плотно, как будто сделано из чёрного минерала. Она его сейчас вот так крошит в ладонях, между ладонями, рассыпает в прах. Смотрит и высветляет. Да, она аннигилирует его буквально своим взглядом. Она смотрит, а это всё у неё просто тает, тает в ничто. Вот сейчас у неё ладонь уже чистая. Как здорово. Такого я ещё не видела, аннигиляция взглядом. Она не подмигивает. Так одним глазом, подмигнула правым. Понятно. Хорошо, найди матричный шлейф. И да, она по шлейфу вот идёт. Ячейка, в которой содержится частица, то есть значительная часть, скажем, памяти твоей души, заблокированная при вхождении в матричные условия бытия. Да, она извлекает, также очищает через фильтр, встраивает в свою энергосферу, а ячейку взрывает. Да, всё удалило. Саму матрицу и саму структуру искусственного интеллекта, матричная структура вот этих алгоритмов, механизированных алгоритмов, в которые интерференты стараются втиснуть свободную божественную душу человека. Да, она полностью уничтожает ту матричную структуру. Во всяком случае, в своей энергосфере. Она ещё раз вспыхивает, она информацию даёт. Позволь, Розалия, я считаю, какая информация. А вот она информацию даёт всем воплощённым светосознаниям, где бы это воплощение ни находилось, где бы оно ни происходило. О том, что каждый вправе, каждый волен, обладает свободой воли выйти из игры в том моменте, в котором он в неё вошёл. И каждый из моментов, каждый из случаев взаимодействия с матричными структурами, с технологическими структурами, каждое сознание, каждый человек, каждая душа вольна изменить. Она говорит, что не бывает времени упущенного. Время несущественное. Важна жизнь. Она говорит, что время – это один из параметров пространства, в котором вы пребываете. Вы вольны изменять и пространство, и время. Вам это доступно. Вас требуете своё могущество в полной мере. Показывает, как будто такие оковы снимают с рук. Высвободите себя для радостного совместного творчества. Это я считала её послание. Вот она вспышкой одну информацию дала. То есть не только на земном плане. Нет, не только на земном плане. Понятно. Хорошо, благодарю тебе. Отстраняюсь от этой информации. Давай посмотрим дальше. Сектор магии. Ну, вот опять она показывает картину, но уже застывшая такой картинка, где она целует крест. Причём крест такой, он без распятия. Он просто как будто металлические палочки, такие брусочки металлические. Вот голый такой, он просто металл. Но большой такой. Ну, вот такой величины, наверное. И мужчина, который вот с ней разговаривает, у него такие лиловые одежды. Я бы сказала, что это цвет. Да, это лиловый цвет. Или фуксия. В общем, розово-фиолетовый. Вот такой, я бы сказала, цвет. Больше в розовый такой. Хорошо. Есть женщина. Женщина сидит. Такая у неё гордая осанка. Она сидит очень уверенно в кресле. Она сидит в кресле. Спина очень ровная. И взгляд очень суровый. У неё даже под ногами какая-то небольшая табуреточка. Она говорит, что это мама. Ну, просто считывается генетическое соответствие. Да. Это мама. Это Адриана. Есть ещё один мужчина. Я сейчас считываю, кто он. Потому что он выглядит здесь очень-очень молодым. И у меня первое предположение было, первая мысль такая промелькнула, что это либо брат, либо сын. Но нет, это Джованни. Это Джованни. Ну, и вот и сама у себя. Четыре объекта и сама у себя в секторе магии. Пока это всё, что зафиксировано. Хорошо. Я предлагаю сейчас Розалии показать мне своё галактическое присутствие. Да, она понимает, о чём я. По сути, мы будем рассматривать ядро души, ядро сознания. То есть рассматриваем в виде галактической проекции. Да, она показывает. И вот опять же идёт её вращение довольно медленное. И один из рукавов галактики, он длинный, он такой серо-жёлтый. И он действительно намного длиннее. Выходит, как будто выходит за пределы её тора. Такое, вот сейчас я посмотрю, как тор выглядит. То есть нижняя часть тора, как будто что-то намотано на него. Как будто есть включения энергетические в нижней части, которые ранят её энергетику. Показывает она, что это проекция того образа, что я увидела. Где ноги изъязвлённые. И вот это присутствие, то, что намотано, это вот эти юбочки бесконечные. И шлейф, на котором эти сущности катались. То есть нижняя часть тора, её как бы замедляет, корёжит, искажает, неравномерно идёт вращение верхней, то есть как бы северной части тора, сбора, энергосферы и нижняя. Нижняя как будто запаздывает. И идёт перекручивание такое. То есть нижняя часть не поспевает за верхней. И идёт перекручивание, передавливание. И она показывает мне на рабочем столе вот этот медный пояс. Как будто в области экватора её энергосфера передавлена этим металлическим поясом. Всё, я увидела аналогии, то есть вот эти проекции блокировок. И дальше покажи, пожалуйста. Ещё что-то есть? Нет. Хорошо, давай отправимся в тот момент, когда всё было эталонно, когда всё было естественно и жизнеспособно в твоей энергосфере, когда не было никаких включений, гармоничное состояние твоего присутствия. Да, перемещаемся. Да, она показывает. Такие радостные, ликующие энергии. Такой поток света идёт. Очень мощный. И галактика такая, ну не знаю, сравнительная, если вообще допустимо сравнение, она очень большая. Она насыщена, она наполнена вот, ну как бы звёздочками, да, которые вот в ней, звёздочками, созвездиями, какими-то вот такие сгустки света. И никаких инородных включений. Я сейчас сканирую. Да, это эталонное состояние. Очень высокая плотность света и очень высокая скорость вращения. То есть потенциалы гармоничные, уравновешенные. Да, хорошо. В этом состоянии возьми скрин эталонного ДНК. Она показывает, у меня есть. Хорошо. Теперь давай прочтём основную, истинную задачу твоей души, как ты её для себя осознаёшь. Ещё раз, пожалуйста, потому что я услышала вот либо-либо. Очень точно скажи мне, пожалуйста, кратко. Сияние. Ещё какие-то слова? Только сияние. Да. Сияние. Или лучше всё-таки свеченье. Нет, говорит, именно сияние. Замечательно. Хорошо. Хорошо. Не знаю, задача как в сиянии. Чудесная задача. Очень краткая и лаконичная. Развернуть хочешь для рациональной части понимания этого образа? Она говорит, всё понятно. Хорошо. Замечательно. Хорошо. А какую программу ты выполняешь в данное время в этом воплощении? Напиши её передо мной и прочту. Идёт погружение. Почему-то идёт слово втравливание. Как втравить. Как будто кислотой вот металл капают и в нём такая образуется вмятинка. И в эту вмятинку её втаптывают. Втравливание, впечатывание. Во что-то. Причём опять же идёт почему-то вот кислота, какие-то химические реактивы. И снова идёт вот это вот на ногах язвочки. И идёт вот эта спрутовая энергия внедрения манипуляции. Внедрение и манипуляции. создание иллюзии того, что этот голос идёт изнутри. Хорошо. Поняла. Ты можешь вытереть эту программу в самом моменте её возникновения и прописать в своих полях истинную задачу своей души. Да, она это делает. Хорошо. Хорошо. Я предлагаю тебе показать мне ещё момент, когда что-то изменилось в твоём галактическом присутствии. Что именно произошло. Переместимся в тот момент и рассмотрим его поподробнее. Она показывает, что её отвлекло то, что пролетало мимо. А мимо пролетало что-то очень яркое. Я бы сказала, какое-то бирюзовое такое свечение. Я бы сказала, что это воздушный змей либо это какой-то флажок. Но это нечто искусственное. Однако же всё-таки исходит от него свечение. Она говорит, что это обманка, голографическая обманка. Отвлеклась на эту обманку и пошла, устремилась за ней. Устремилась за ней и показывает как будто крючки какие-то множество. А вот опять вот аналогия. С одной стороны она показывает, что как будто бросили это не гарпуны или рыболовные крючки такие на лесках. Вот как будто бросает в энергосферу, чтобы её затормозить, чтобы её к чему-то то есть заарканить её и зафиксировать в чём-то. И показывает аналогию с той щёткой, вот я говорила, щетина, щётка, извне множественные вторжения, уколы вот эти, на которые нужно реагировать. И на каждой из них отреагировав, она растрачивает свой потенциал, замедляется и своё внимание, погрузив в эти вторжения множественные, она выходит из-за пределы своего присутствия. Она отвлекаясь на это, показывает, как будто опускается занавес, и она забывает о том, кем она является на самом деле. Она реагирует на эти плотные вторжения, снижает уровень своих вибраций для того, чтобы правильно считать это вторжение. Она вынуждена перейти в другой диапазон восприятия, и для этого вынуждена притормозить себя и снизить свои вибрации. Она для того, чтобы просканировать в полной мере, что вторглось в её энергосферу, снижает свои вибрации неосторожно. Она говорит, я перешла черту, за которой потенциал был утрачен в значительной степени, и я никак и я не могла набрать скорость для того, чтобы выйти за пределы этого ограничения. То есть, она попала в некую ловушку. Да. Попала в некую ловушку, и она говорит, что сознание, ядро сознания, как будто северный полюс тора, энергетического тора, сместился, ядро ее сместилось ниже, почему-то звучит ватерлиния, ниже сместилось, чем экватор, ниже третьей чакры. Вот, внимание было направлено на астральный план, на тот уровень, на тот уровень, в котором взаимодействие продиктовано пространственными условиями, в котором идут процессы, которым я вынуждена подчиниться. она так это объясняет. Хорошо, давай отправимся в момент предваряющий эту атаку и вот отвлечение твоего внимания. Да, отправляемся. Я предлагаю тебе предварительно рассветиться и прочувствовать себя всем. Да, она это делает. она наблюдает, как проходит, пролетает вот эта обманка, сияющая голограмма. Она не просто смотрит, как заинтересована в том, чтобы это познать. Нет, не познать это. она рассвечивается и импульсом света, как прожектором, как будто протягивает луч прожектора к этой обманке. И она вот рассыпается на фрагменты. Это некая конструкция. Техномагическая мне идет конструкция. Да, ты можешь в этом моменте, да, она ее рассыпала и при этом не вышла за пределы своего присутствия. Она светла, высоковибрационна и никакой атаки не последовала. Вот, ты можешь призвать сейчас автора, хозяина этой голограммы и хозяев всего этого вторжения. Да, показывает. она показывает не двух спрутов. призвала их два. Да, два. Но они в разных вибрационных уровнях они присутствуют. Один более плотный. Да, ты можешь сейчас заблокировать их в зеркальные сферы, чтобы они здесь не разбрызгивали свои чернила, а то они как каракатицы разбрызгивают здесь эти иллюзии. Нам в рабочем пространстве ничего этого не надо. да. Я просто перепроверила рабочее пространство, очистила его. Так. Хорошо. Да, призвала этих вторженцев и так, я спрашиваю сейчас, есть ли контракт, есть ли согласие на это вторжение? Нет. То есть это было вторжение не не обусловленное даже согласием с самой Розалией, верно? Да. Захватчики. Хорошо. Понятно. Впоследствии возник какой-то контракт? Да. Показывает сейчас Розалия, что у нее были попытки подняться по вибрационной шкале и шла информация, показывает, как будто телеграф такой работает и идут сообщения, идут сообщения, что помощь близка и мы тебе поможем и как бы необходим некий дополнительный ресурс и мы обязательно придем на выручку. Какое условие тебе ставят? Что нужно дойти до конца показывает путь, а вот как они объясняют, что если начала путь, то его нужно пройти до конца и оттолкнувшись выйти обратно, то есть она показывает, что не чувствует почвы под ногами, как будто проваливается во все более плотное пространство и не чувствует опоры под ногами и идут обещания такие, что не тревожься, что мы тебе поможем, мы тебя сопроводим, мы тебя защитим и как бы идет наперед программирование, что тебе обязательно нужно пройти весь этот путь до конца для того, чтобы выйти из лабиринта, только там есть некий поворотный пункт, только дойдя до самого конца, тебе можно будет оттолкнуться, как вот после ныряния оттолкнулся от дна и выпрыгнул наверх. Понятно. И впоследствии был подписан контракт? Да. Так, видим его сейчас в ментальной карте? Нет. Почему мы его не видим? Да, прояви его сейчас. Мы знаем, что он существует, ты это уже вспомнила. Прояви его сейчас в ментальной карте. Да, я его вижу. Это выглядит как книга, причем книга рукописная, которая содержит довольно много страниц. Она довольно старая, я бы сказала, даже ветхая. Да, это контракт. Контракт на череду земных воплощений. Вот что это такое. Она показывает, что как бы основная тема контракта, что пригубив из этого сосуда нужно допить до конца. И ты подписываешь такой контракт? Да, подписывает. А для чего тебе это было нужно? Как ты видела этот контракт на череду земных воплощений? Это по сути печать первого воплощения земного. Да, она соглашается. Почему ты подписала? Не видела другого выхода. Показывает как свет в конце туннеля и показали как единственный выход. А вот теперь в этом моменте, где тебе показывали, рассветись и посмотри сколько вариантов выхода из этой ситуации у тебя было на самом деле. Да, она показывает. она рассветилась, она просто разрушила всю эту конструкцию, а выглядит как подземный грот, выглядит как пещера такая внутри, как будто насыпана гора такая всего-всего, всяких ограничений, а она находится внутри нее, ей показывают только в отдалении свет, как будто в конце долгой дороги по этому подземелью. она разрушает всю эту конструкцию, да, Собери все это аннигилирует, все эти построения, все эти нарочитые, все искусственные ограничения, и в этом моменте ты можешь изменить свое намерение подписывать такой контракт, если хочешь. Да, говорит, я очень хочу. Хорошо, сам момент подписания контракта. Ну, вот идет, как она ставит свою световую подпись. В этом моменте напиши на контракте расторгла. Да, она это делает. Проверь наличие подконтракта. Нет. Только контракт. Перепроверяю. Да, оригинал расторгнут. Призови все копии, все приложения, все дополнения и все последующие документы. И также, да, аннигилировала. Хорошо, все импланты и стороны своей энергосферы, все блокировки по всему фракталу. Да, убирает. Хорошо. Все ограничения собственные, собственные программы, зажимы в твоей энергосфере, которые были произведены для того, чтобы ты подписала этот контракт и впоследствии по итогам подписания. Пересмотри все события своих земных воплощений и периодов между ними, изыми свой свет из всех взаимодействий. Призови всех, с кем когда бы ты ни было взаимодействовала, а в ходе этих воплощений и периодов между ними. Да, изыми весь свой свет, возврати этим сознанием их воздействия и последствия этих воздействий. Если это светосознание, возврати их свет. Да, через фильтр принимаешь все свое, отдаешь все чужеродное по траектории, убираешь эмоциональные привязки, любые привязки, вплоть до кармических. Да, если ты не по своей воле входила в пространство планеты Земля, то все последующие контракты ты вправе признать недействительными. Да, она соглашается со мной. Хорошо. Так, я сейчас переспрашиваю на этом основании. Магически расторгнуть быть не может. Нужно смотреть, когда и при каких обстоятельствах возник. Это важно. А вот контракт на это воплощение может быть расторгнут. Хорошо. Хорошо. Итак, да, энергообмен произвел со всеми с кем взаимодействовала, проводила, закрыла средний портал. Хорошо. Частицы души исторгнутые, украденные. Она говорит, уже возвращены. На основании этого контракта четыре частицы души были украдены. да, да, ты можешь изменить во всех полях присутствие своего, свои взаимодействия с другими светосознаниями, все поле игры очистить. Да, она это сделала. Хорошо. Сбалансировать и напитать все эти пространства и все сценарии безусловной любовью своей души чистейшей энергией первоисточника. Она сейчас обращается к первоисточнику и да, она обращается к нему с просьбой простить ее за то, что в ключевой момент, когда ей показали, она говорит, игрушку, вот эту зеленую игрушку бирюзового цвета, эту голограмму, она бросилась за ней, она бросилась в погоню, забыв, кем является на самом деле. Утратила в этом моменте осознание самой себя и нерушимую связь с первоисточником, отреклась от своей истинной сути, изменила своей истинной сути, исказила свое присутствие, допустила ошибку. Она просит прощения от света первоисточника за то, что погналась за чужеродным, при этом отринув свое истинное сияние. Да, на нее проливается свет первоисточника, ее раскаяние принято и она прощена. сейчас буквально очищает ее поля, вот она стоит в столбе света, очищаются ее поля, ее все тела по всему фракталу. Да, и просканирую все поля взаимодействия, да, на планетарном уровне также. То есть все проекции твоего присутствия, где бы они ни находились, любой источник мироздания. Пропиши в них истинную суть свою без искажений, а все искажения можешь собрать в аннигилятор. Да, она это делает. Хорошо, наполни все мироздание, то есть всю себя, всю свою реальность наполни безусловной любовью к себе и сквозь себя к первоисточнику. Так и устанавливается истинный канал взаимодействия со всеми высшими праведствами вплоть до первоисточника. Да, сделала. Хорошо. Так, а теперь давай переместимся в момент, когда ты подписывала контракт на это воплощение земное. То есть, а вот интересно, я его вижу сейчас, а он как будто надорван. Как будто вот свиток такой идет и он пополам вот так надорван до середины. То есть, он уже как бы помечен, подлежит уничтожению. Давай посмотрим, при каких обстоятельствах ты его подписала. Выйдя из воплощения. Основной смысл, давай я прочту. Показывает треугольник. Треугольник взаимодействий. И показывает, как сама перебегает из одной точки в другую. То есть, как бы меняются роли, но в любом случае это треугольник. А все она подписывает. Вот, показывает контракт, в котором, поскольку она вот, она же вышла из своего центра и находится в состоянии спящего сознания, в некоем забытии, в иллюзии. И показывает, что любые взаимоотношения обязаны выстраиваться по такому принципу, в котором без третейского судьи разобраться просто невозможно. В котором она берет на себя то одну, то другую, то третью роль, то роль агрессора, то роль жертвы, то роль третейского судьи. И она перебегает в своих взаимоотношениях даже с одним человеком здесь на планете. Она меняет свои роли и это становится неожиданным для человека, с которым она общается, с которым взаимодействует. Но это все продиктовано тем, как она воспринимает другого человека. Стоит ему показать свою слабину, показать наличие программы жертвы в его энергосфере. В ней вспыхивает вот эта авторитарность, вспыхивает эго, стимулируется эго, а блокировки в области третьей чакры очень мощные были и накачка идет от той сущности, от тех сущностей, которые в энергосфере были, в частности демоническая сущность выполняет эту роль, как будто хочет центрироваться, Розалия хочет остаться на месте, а под нею треугольник этот и демоническая сущность как будто изменяет саму платформу, на которой Розалия стоит, то есть она стоит, а под нею этот треугольник движется, и у нее скользят, вот у нее тапочки на ногах эти были черные, скользящие, она стоит, а ее осознание самой себя подвергается вот такому искажению, она хотела бы остаться в центре и наблюдать за происходящим из этой позиции свободного наблюдателя взаимодействовать с другими людьми, но под ней пол движется, и она как будто роли, на нее одевают костюмы, то она в одной роли должна выступить, то в другой, то в третьей, и она никак не может найти ту золотую середину между этими ролями, ту золотую точку своего присутствия, которая позволила бы ей проявлять истинные чувства и истинные свои намерения своей души. Понятно. Хорошо. Итак, и основной смысл этого контракта, да, уяснили, в полной мере она говорит, уяснили. Хорошо, твоя воля, ты в этом моменте можешь подписать, можешь отказаться от подписания, написать расторгло. Она пишет расторгло. Проверь наличие подконтракта. Да, есть подконтракт. Ну, это такое, как будто писали и вдавлено в столешницу, вдавлено, да, и там тоже есть отпечаток ее подписи. Так, она пишет тоже расторгло. Уничтожать все, все копии, все приложения, все дополнения, все имплантирование нужно исторгнуть из себя, все привязки, которые возникали по этому контракту, весь свой свет, призови, частицы души были изъяты по этому контракту. Да, две было. Хорошо. Да, частицы души возвращены, всю энергию скаченную, да, через фильтр возвратила, фильтр в аннигилятор. Так. Переброс кармы. Да, она исторгает из себя такая студенистая, похожая на желе. Такая масса. Да, она отправляет это, она делит это, она отправляет это в банку демонюги и рептилии, и этому спруту, их долю ответственности, свою кармическую ответственность за свои деяния. Она также показывает сейчас, показывает так на ладони грецкий орех, буквально, вот орех. Да, также уничтожает, она расцветляет буквально одним своим взором. Посмотрела, и вот все растаяло. уничтожено. Так, на что это притянулось? Она показывает на мою неуверенность в себе, на мои заблуждения, на мои страхи. Она говорит, что находилась в состоянии страха в тот момент, когда подписывала это. Страх выглядеть неполноценной, быть неполноценной, осознавать себя неполноценной, то есть нецелостной. скажем так. Ущерб. Она говорит, я чувствовала ущерб, чувствовала нехватку, чувствовала свою разделенность, чувствовала необходимость искать свои частицы, растраченные, потерянные, и не видела другого способа, кроме как войти в воплощение для взаимодействия с теми светосознаниями, которые обладают частицами моего света, которые обладают информацией о том, на каком пути я могу обрести освобождения. Понятно. Хорошо. Так, все копии, все приложения, все импланты удалила. Да, все аннигилировала. Проверяю сейчас ментальную карту. Есть вот контракт привязки к магическому эгрегору. Действительно очень-очень мощный. Нет, в секторе контрактов больше ничего нет. Хорошо. Давай проверим сектор интерферентов. Не пора ли кого-то из них удалить из поля сеанса? Да, пора. Я предлагаю сейчас Розалии спросить у этого рептилоида, у этой рептилии. Хочет ли она пойти в свет? Неволя твоя можешь не спрашивать. Но она спрашивает. Он весь соткан из страхов. Я ему информацию даю в ядро сознания о том, что это означает. еще раз Розалия спрашивает. Да, он соглашается, он готов пойти в свет. Да, ты можешь сейчас Розалия дать информацию, призвать силы кармы и вот так вот вместе с банкой, вместе с его кармической ответственностью и с информацией свидетельствуешь ты перед силами кармы о его скажем так жизненном пути и о его желании уйти в свет. Да, она сопровождает информационным пакетом, передает его силам кармы, закрывает средний портал. Но я так понимаю, что эти двое и Демонюга и Спрут, который дубль Спрут, он как-то двойной такой Спрут, действительно, реально двойной. Но инсектоидная энергия тоже считывается удивительно. А отдельного инсектоида нет. Интересные метаморфозы. Хорошо. Они имеют отношение к тому контракту магическому, верно? Она говорит целиком и полностью говорит были инициаторами, вдохновителями, провокаторами говорит были. Она говорит, что подвели меня, показывает, как вот взяли так под руки ее, взяли один за одну руку, другой за другую. И вот ее безвольную, спящую, с закрытыми глазами подвели к подписанию этого контракта. Ну, так или иначе, если бы ты не дала своего согласия, ничего бы не произошло. Она показывает блокировки в области ментальных полей, показывает сон разума, говорит, это сон разума. Хорошо. Мы посмотрим, что это было, но не раньше, чем освободим с тобой сектор магии. Да, она согласна со мной. Хорошо, я предлагаю сейчас сделать перерыв. Перерыв пять минут, пауза пять минут. Да, она отпускает меня. Я замораживаю ситуацию, отстраняюсь от всех и от всего, покидаю рабочее пространство, возвращаюсь в моё физическое тело. На один, два, три. Как самочувствие? Хорошо? Чувствуете себя? Тут то бене. Не И кейс в кейс и а то